Что касается президента Беларуси, он за власть посиневшими руками много раз говорил, не держится. Вопрос не во мне, вопрос в вас. Что будет с вами без меня? Вот, может быть, я уж слишком свою роль тут переоцениваю, но я всегда смотрю вот на ветеранов вчерашних, на вас, вам жить в этой стране. А что будет? Вы что думаете, они нас, вас пожалеют? Вот вчерашние, вы видели их. Они пожалеют, да порвут на куски. Разные там люди. И студентам там делать нечего. Особенно творческого вуза. Слушайте, ну, будущая интеллигенция. Они нам со сцены и с других подмостков будут показывать ту мораль, которая должна быть завтра. И здесь студентам надо просто довести. Здесь не вопрос в том, что мы боремся против инакомыслия. Упаси Господь! Разные должны быть точки зрения. Всегда будут инакомыслящие. Они или молчать будут где-то там на кухне обсуждать, или в открытую будут. Мы не против этого боремся. Мы боремся против нарушения закона. Они нарушают закон. Для кого-то это шалость. Никого не уговаривайте. Никого. Вот пришли, объяснили. Вот такой порядок. Хотите учиться? Учитесь. Не хотите? Ребята, уходите лучше сами. В воскресенье в Минске будет наведен порядок. Потому что они по воскресеньям в основном ходят. Ну, показали, чего не стоит. Вы тоже видели. Хорошо. А теперь нужно объяснить всем один раз. Предупредить. А потом не надо убаюкивать. Рассказали, объяснили. Идите, решайте. Идите, учитесь, если хотите. Нет. Вы должны, как ректор, первым заявить о том, что вот такое количество людей учиться не хотят. Ну, не хотят не надо. Кто в армию, кто пойдет работать или еще куда-то. Это право выбора. Особенно сейчас. Конечно, времена непростые. Нам легче не будет. Я на Всебелорусском народном собрании расскажу все детали. Все, что происходит, что будет происходить и так далее. Надо это время пережить. Хуже будет, если мы переживем, как пережила Украина. А еще страшнее, как Карабах. Сегодня это все творится. И не надо думать, что там только межнациональный конфликт. Все в экономике, в жизни людей. Если бы вы увидели, что творится в Армении, где умнейшие люди. Армяне – это умный народ. А в какую ситуацию попали? Поэтому все от мозгов человека и от той ситуации, которая складывается в том или ином государстве. Не дай Бог нам это пережить. Спасибо.